Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия ввела контрсанкции против недружественных стран в энергетике. Издание Коммерсант сообщило, что новый указ президента России о запрете любых сделок у России компаниями из недружественных стран заблокировал возможность для итальянского холдинга НЛ, а также финского Фортум избавиться от российских активов путем их продажи. Владимир Путин 5 августа принял новые контрсанкции России против западных компаний в энергетической сфере и теплоэнергетике. Теперь на совершение любых сделок в России иностранным компаниям из недружественных стран необходимо получить специальное разрешение исключительно от президента России. Надо понимать, что для получения такого разрешения у западных компаний должны быть весьма веские основания. На основании чего западные компании могут теперь рассчитывать на лояльность российского руководства не сообщается. Я предположу, что согласие президента России можно будет получить в случае готовности передать свои российские активы государству добровольно и на безвозмездной основе. Другого основания я пока не нахожу с учетом того, что новый указ был направлен на срыв уже заключенных предварительных сделок по продаже западными компаниями российских активов. Издание Коммерсант в частности сообщило, что итальянская компания НЛ успела договориться с Лукоилом о продаже своей доли в компании НЛ России за 137 миллионов долларов. В свою очередь финский концерн Фордн, которому, к слову, принадлежит немецкий энергоконцерн Юнипер, достиг предварительной договоренности о продаже своего российского бизнеса российским компаниям Газпром Энергохолдинг, Интерао и АФК Система. Иностранные компании для завершения сделок ожидали получить одобрение от ФАС России, однако теперь очевидно, что сделки не состоятся. Новый указ президента России фактически вынуждает европейские компании остаться в нашей стране вопреки их воле и продолжить производственную деятельность. При этом при остановлении деятельности в России грозит западным компаниям крупными штрафами, а их руководство – уголовными сроками за доведение предприятий до преднамеренного банкротства. В таких условиях единственно приемлемым выходом из ситуации для западных компаний видится оперативная и добровольная передача всех активов России государству. Ну а что, пришло время нашим западным партнерам ощутить на себе последствия российских контрсанкций?